так друзья всем добрый день давайте поставим проверим картинку звук поставьте пожалуйста по десятибалльной шкале как меня слышите видите проверим картинку звука и начнем с вами но с вами традиционные итоги мы каждый месяц подводим итоги предыдущего месяца у нас эта традиция и сегодня на 7 сентября ты где-то том что мы с вами будем проводить итоги августа все хорошо я вижу то что все хорошо с картинкой звуком значит мы с вами можем начинать еще раз я вас всех приветствую на сами традиционные итоги и я каждый раз об этом говорю еще расскажу что это очень важный мероприятие на которое нужно приходить приходите онлайн из потом смотрите записи обязательно потому что вот эти вебинары которые мы проводим раз в месяц который я провожу итоги это очень важная точка синхронизации то есть мы с вами раз в месяц собираемся и ну во первых я рассказываю о том что у нас было в прошлом месяце также я рассказываю о том что нас ждет с вами ближайший месяц то есть это такая в моменте здесь сейчас очень важный . синхронизации хотите быть в курсе всего того что происходит в сообществе в компании вам нужно обязательно или приходить онлайн или все-таки записи смотреть если вы не можете быть онлайн на вот эти вот мероприятия и ежемесячные онлайн итоги наши с вами и помимо того что мы с вами говорим о том что происходит в компании в партнерской сообществе также мы это время используем для того чтобы поздравить тех партнеров которые особо отличились которые хорошо поработали предыдущий месяц или мы с вами тоже сегодня это будем делать то есть мы с вами начнем с новостей вот и по мере новостей или там в конце уже поздравим тех ребят которые были активны весь прошлый месяц август начнем с того что август у нас вами был очень хороший месяц насыщенный в августе у нас было очень много классных ярких событий и август был с точки зрения финансово-экономически он был очень насыщенным у нас большие приросты по товарообороту и по партнерской программе по клиентам и по пользователям август был такой очень горячий и жаркий месяц понятно что у нас там было мероприятие также у нас был подарок от компании который сработал и мы для себя этот ловили и будем будущем иметь ввиду что это очень хорошая история которая вам нравится который очень очень мотивирует значит и начнем с того что в начале августа 7 мы с вами собирались москве для того чтобы отметить день рождения компании нам исполнилось 7 лет это очень хороший возраст и сейчас поле случаями еще раз хочу ударить всех тех ребят которые приехали которые были вживую на это мероприятие нам очень важно когда вы приезжаете на эти важные для нас мероприятия когда вы вместе с нами разделяете праздник и не смотря на те ограничения которые есть сейчас и я думаю что мы вот именно в рамках этих ограничений которые сейчас есть которые там были в москве и думаю что мы сделали все самое все все что от нас зависело и сделали самое лучшее что мы могли в рамках данных ограничений классом отметили день рождения классный был праздник и после этого у нас была лидерская поездка после сразу мероприятия на следующий день мы с командой лидеров улетели в калининград и там у нас была такая лидерская тусовка и там было и обучение и стратегические сессии там были совещания где мы приняли ряд важных решений как мы будем с вами развиваться второй спринт и я думаю что это лидерская поездка большому количеству бедала какие-то новые смыслы мотивацию вдохновения и те кто не поехали в эту лидерскую поездку я думаю что вы по ролику посмотрели что там было хоть что-то какие-то эмоции у вас от этого появились мотивация и следующий лидерская поездка у нас будет в дубае тоже будет феврале после итогов года я сегодня еще об этом скажу теперь переходим к новостям то есть что сейчас на чем прямо сейчас ведется активная работа компании в этом сентябре и мы к чему мы готовимся сейчас идет большая работа над тем чтобы все она уже давно ведется и мы уже заканчиваем это выпустить единую обучающую платформу компании единого чаще платформу есть значит у нас все это время были различные платформы для обучения которые делались силами партнеров то есть лидеры структуры создавали свои собственные системы платформы для того чтобы работать со своей там структуры или платформы которые можно было там шире на всю компанию и у нас было несколько там платформ несколько проектов которые помогали новичку партнера очень быстро входить в инфополе очень быстро получать информацию тогда и вся эта история она была разрозненная во первых во вторых она была где-то местами платная то есть если новичок хотел где-то обучаться он выбирал тариф и платил за этот тариф для того чтобы обучаться и мы уже долго об этом думали но последние наверно вместе три-четыре внутри этом лидерского совета происходит движение освещание что нужно объединять нужно делать одну единую обучающую платформу и опять же силами партнеров сейчас мы делаем единую обучающую платформу системы компании gist то есть что такое это объединение всех существующих платформ в одну то есть у нас не будет несколько платформ у нас будет одна единая обучающая платформа которая будет абсолютно бесплатным для всех партнеров у которых активен личный кабинет то есть если у вас есть активная то есть у вас оплачены по низкоплату вас активный личный кабинет вам будет доступна единая обучающая платформа компании она будет бесплатно абсолютно для всех партнеров компании для всех новичков значит чем почему это сейчас вот еще бы прямо вот в этот момент это очень актуально потому что смотрите у нас в августе произошел очень большой прирост значит где-то порядка где-то порядка мы выросли наверное где-то порядка на 12-15 процентов у нас произошел прирост в сравнении там с медианой обычного месяца то есть мы очень сильно приросли в августе в партнерах то есть у нас прибавилось огромное количество новичков и понятно что когда приходит большое количество новичков нам нужно их обучать нам нужно как можно быстрее чтобы они попали в инфополе чтобы они быстро вникли в продукт в партнерском программу уже начали работать и вот у нас этот август он не скажу что рекордный но очень большие у нас показатели о приглашении новых партнеров я хочу сейчас поздравить тех ребят которые в августе пригласили в первую линию от 4 и выше потому что те кто там 321 пригласили новых партнеров огромное количество огромный список поэтому я взял от 4 и выше то есть в августе 4 новых партнеров первую линию пригласили большое количество партнеров значит четыре новых партнеров мы хотим поздравить Кирилл Галыгин, Калининград, Ольга Малафеева, Арзамас, Анастасия Баранова, Москва, Ирина Шофеева, Москва, Андрей Руденко, Москва, Яна Пурыгина-Юшкарова, Карина Тихомирова, город Калининград, Анастасия Блэйк, Оксана Белтикова, Москва, Иван Пантелеев, Магнитогорск, Константин Русских-Хиров, Елена Лебединская, город Тюмень, Лена Кириченко, Княгининок, город Княгининок, это Украина, Лидия Исаева, Иркутск, затем 5 партнеров в августе, 5 новых партнеров в первую линию, Петро Шишковский, город Киев, Украина, затем 6 новых партнеров в первую линию, Максим Рудов, Севастополь и Дмитра Думитраж, город Ивано-Франковск, город Украина. И у нас есть еще абсолютный чемпион, 7 лично приглашенных партнеров в первую линию в августе, это за один месяц Данил Голубь, город Домодирова. То есть смотрите, большое количество партнеров пригласили, большое количество новичков. И вот, например, там Данил Голубь, у нас 7 лично приглашенных в августе. То есть понятно, что это большой результат, но сейчас с этими людьми надо работать. То есть нужно каждого обучать, нужно их рассказывать о продукте, о партнерской программе и так далее. И понятно, что для того, чтобы это огромная работа, чтобы одному запустить 7 человек. И для того, чтобы мы могли такими же темпами дальше продолжать работать и не думали о том, как я буду этих новичков включать, поэтому сейчас, вот прямо сейчас актуально запускать вот эту систему, едино обучающую платформу от компаний. То есть это будет в бэк-офисе, одна единая кнопка, она будет называться, ну пока что там DDS обучение. Человек туда нажимает и он попадает на платформу, где есть абсолютно все. То есть все, что мы за это время накопили, то, что мы за это время в плане обучения накопили, аккумулировали, мы собираем сейчас это все в одну платформу. То есть и то, что было в EBS Club, и тем, то есть то же самое обучение, и те же самые возможности, которые были в сплей, и там же проект дежурный внедрец. Это все будет объединено. То есть из одного места новичок может обучаться и продукту, и партнерской программе, оттуда же из одного места он может приглашать на вебинары, отслеживать, как у него приходят гости, то есть вести учет гостей, которые давали раньше площадка из плей. Там же есть возможность записаться к дежурному внедренцу, то есть оставить заявку, записаться и сделать встречу с своим потенциальным партнером, потенциальным клиентом. То есть вот это все будет работать в одном месте. То есть вам не нужно идти в EBS Club, и там есть абонентская плата. Не нужно идти в EBS Club, и там тоже есть абонентская плата. Все это сейчас будет все в одном месте, и все это будет абсолютно бесплатно для всех партнеров. Если у партнера оплачен абонентский кабинет. Значит, и все это будет бесплатно, но понятно, что для того, чтобы развивать этот продукт, для того, чтобы его создавать, понятно, что для этого нужны финансы, нужны средства. В связи с этим мы решили, что для того, чтобы аккумулировать средства на развитие этого продукта, на развитие этой платформы, потому что мало того, что ее нужно сделать, ее нужно еще развивать постоянно, и она развивается силами партнеров. То есть активные, самые эффективные партнеры компании, они будут привлекаться для того, чтобы эта платформа жила, для того, чтобы у нас были новые ролики, для того, чтобы у нас были какие-то новые знания по продукту, какие-то новые обучающие материалы по маркетинг-плану и так далее. То есть она должна постоянно жить. Понятно, что на содержание этого нужны средства. Потому что, например, EBS Club, мы с вами помним, что она тоже была, то есть там были тарифы, тарифы были там от полторы до трех тысяч. EBS Play, он стоил там, по-моему, от 800 до 1000 рублей. То есть в любом случае, для того, чтобы этим пользоваться, партнеры раньше у нас платили, там кто-то здесь платил, кто-то там платил и так далее. Вот. Мы это делаем все бесплатно, но для того, чтобы эту платформу развивать, мы долго думали, где мы будем изыскать средства для развития этой платформы. Мы решили сделать так. Мы решили, что будет повышена абонентская плата, партнерская абонентская плата. Значит, все это мы хотим запустить с 1 октября. То есть не захотим, а запустим с 1 октября. Платформа запустится с 1 октября. То есть в бэк-офисе с 1 октября вы увидите уже эту кнопку, эта платформа уже будет работать, она уже готова. С точки зрения там бэк-офиса интеграция тоже все готово. Значит, и с 1 октября мы ее запускаем. И с 1 октября мы повышаем абонентскую плату до 50 долларов как раз-таки в связи с запуском этой платформы. И, то есть, еще раз, мы решили сделать так, что раньше, еще раз, для того, чтобы партнеры обучались, они, то есть обучение было разрознено. И если ты хотел какое-то качественное профессиональное обучение от топов, то ты шел в один проект, где была абонентская плата, в другой проект, где была абонентская плата. То есть сейчас это все будет еще раз бесплатно, но мы просто повышаем абонентскую плату. И вот на вот это повышение мы будем финансировать развитие этой платформы, во-первых. Во-вторых, мы будем финансировать еще несколько направлений, которые призваны обеспечить развитие партнерской программы. И с 1 октября это все заработает, это все включится. И с точки зрения того, что сейчас это все будет бесплатно, то есть если раньше мы в разных еще раз проектах платили, то сейчас за счет повышения этой абонентской платы мы это можем сделать абсолютно бесплатно для каждого партнера. и вот сейчас уже без проблем можно решать вопрос о том, чтобы активно работать в первую линию. То есть это может быть там 4, 5, 6 человек в первую линию, но это те люди, это те новички, которые получат бесплатно качественное обучение от самых-самых эффективных топ-партнеров и на одной платформе. И не просто обучение, а еще есть инструменты для того, чтобы свой бизнес вести. Все это запустится 1 октября. Это говорит о том, что у вас по сути до 1 октября есть возможность зафиксировать старые цены. То есть вы можете до 1 октября оплатить годовую абонентскую плату по старой цене и целый год пользоваться платформой по старой абонентской плате. И до 1 октября еще есть масса времени, почти 3 недели для того, чтобы это решение принять. На полгода оплатить или на год вперед. Вы принимаете решение сами. И получается, что эта история, она для тех, кто с 1 октября у нас приходит в бизнес, эта история будет уже работать для них. Поэтому есть возможность зафиксироваться до 1 октября. Затем, теперь получается, что у нас стартселлер, который у нас был 240, то есть у нас там было 6 месяцев абонентской платы, сейчас стартселлер у нас будет стоить 300 долларов. И стартселлер, который 12 месяцев, он будет стоить 550 долларов. То есть эти цены, они появятся с 1 октября на сайте компании тоже. И это стартселлер. И абонентская плата, если клиент, если клиент у нас, то есть если партнер активен, то он может уже с 1 октября абонентская плата будет 6 месяцев стоит 250 долларов, и абонентская плата на 12 месяцев будет стоить 500 долларов. Значит, это уже новый цены. Почему стартселлер, значит, 6 месяцев 300 долларов? Потому что у нас есть еще там годовой контракт, который оплачивает партнера. Вот годовой контракт у нас тоже получается до 50 долларов. Вот. И это новые цены стартселлера, 6-месячный и стартселлер на 12 месяцев. Значит, тут вот у нас идут уже вопросы по поводу лендинга тоже будет. Я хочу сказать, что эта платформа, она будет развиваться. То есть она будет постоянно получать финансирование. То есть мы как компания аккумулируем эти средства, и мы направляем на развитие этой платформы. Еще раз. Развитием платформы будут заниматься действующие партнеры. То есть это лидерский совет. Некоторые партнеры из департамента масштабирования. Они будут развиваться, заниматься развитием этой платформы. Они будут принимать решение о том, что, например, там на этой платформе должен появиться вот этот материал. То есть они привлекают какого-то спикера, понятно, что внутреннего, и, например, записывается новый ролик. То есть она будет постоянно жить. И я думаю, что если у партнерского сообщества есть запрос на то, чтобы сделать лендинг, или, например, сделать еще что-то, то это можно без проблем транслировать в ДНБ, потому что ДНБ будет постоянно, то есть мы будем постоянно аккумулировать эти средства. Еще раз я хочу сказать, что вот это поднятие цены, вот эта вся сумма, она будет аккумулироваться, и идти на развитие этой платформы, а также идти на развитие, значит, еще есть различные партнерские проекты, которые мы сейчас продумываем, которые призваны для того, чтобы развивать партнерское сообщество, но туда опять нужно финансировать. Поэтому вы должны это воспринимать, это поднятие цены не так, что у нас там инфляционная история. Нет. То есть это аккумуляция средств для того, чтобы развивать партнерское сообщество. И сделать так, чтобы партнерское сообщество больше, то есть партнеры нигде больше максимально не платили по мере того, как он находится в партнерской программе. Потому что у нас бывает так, что человек приходит в бизнес, он становится партнером, и ему нужно там, например, здесь он какую-то абонентскую плату платит, здесь что-то оплатил, здесь что-то оплатил. То есть он обучается развивать. Это в принципе нормально, потому что мы с вами в любом бизнесе инвестируем. Но мы хотим создать историю, чтобы это было бесплатно, чтобы человек мог бесплатно все это в принципе получать. И это абсолютно нормальная история, и понятно, что за это нужно платить, потому что вообще не бывает ничего бесплатным. Вы должны понимать, что если вам где-то что-то где-то бесплатно получили, вы должны понимать, что где-то до этого вы уже за это заплатили. Вот, поэтому здесь вот в нашем случае тоже. Я думаю, что это решение, оно, ну то есть оно может быть там кому-то неприятно, но в целом, если там на чаши весов взвешивать, то я думаю, что это решение неправильно. То есть мы для будущих наших новых партнеров создаем условия для того, чтобы они могли обучаться, и это было комфортнее. И более того, ребята, если мы с вами хотим реально в первую линию приглашать там 4, 5, 6, 7 новых партнеров, нам нужно, нам нужно создавать условия для того, чтобы такие люди, как вот, например, там, Дани Голд, могли в первую линию приглашать 7 человек. И когда Данил это делает, значит, он понимает, что у него, то есть он не зашьется в следующем месте для того, чтобы спускать вот этих 7 новичков. Он может спокойно их привезти на платформу, там не нужно ничего платить, и он точно знает, что эта платформа единая, это от компании. И на этой платформе собраны все топы. И разрозненная система обучения, а одна единая система обучения. Поэтому мы долго думали, и я понимаю, что когда идет повышение цены, это не совсем приятный момент, но взвешивая все на, все за и против, мы знаем, что у каждого явления есть две медали. Вот, но все-таки взвешивая за и против, мы понимаем, что это намного лучше. Еще раз скажу, что это средства, которые будут аккумулироваться в компании и направляться на развитие инфраструктурных проектов для развития партнерской программы. То есть эти деньги не уходят ни компании, не партнерам. То есть это все для развития нашего с вами партнерского сообщества. Вот. Мы с вами хотим расти, мы с вами хотим, чтобы у нас было больше людей. Мы с вами хотим, чтобы партнерское сообщество активно развивалось, чтобы у нас становилось больше людей. Для того, чтобы они становились, нам нужно создать условия, инфраструктуру, которые бы вот этот тот, скажем так, большой поток могла бы обрабатывать. Вот мы с вами этим и занимаемся. Значит, еще раз, хорошее новость во всем этом в том, что у вас есть возможность еще расскажу зафиксировать цены до 1 октября еще есть масса времени вы можете оплатить годовой абонентскую плату и весь год до следующего октября не париться и жить по ценам которые вот и сейчас хорошо так это цены с 1 октября ребята да это ценность 1 октября далее думаю что да можно лоббировать например еще раз эта история вот эта платформа она будет живая то есть не один раз мы ее сделали а мы ее постоянно постоянно апгрейдим и понятно что если у вас есть какой-то запрос и вы можете лоббировать дмб можете говорить нам на платформе не хватает вот это то есть ежемесячно будет финансирование этой платформы поэтому каждый месяц будет разработчики над ней работать и каждый месяц они будут получать зарплату то есть каждый день они должны с каждым месяцем не нужно что-то делать поэтому если у вас есть какие-то пожелания к вы можете это все делалось то есть платформа заживет то есть она будет такая живая постоянно развивающиеся так идем дальше еще есть одна очень хорошая новость одна очень хорошая новость для всего партнерского сообщества значит мы давно уже это обсуждали и причем у нас есть очень ярые такие сторонники вот этого решения то что нужно нам брать дополнительные деньги за филиал значит смотрите мы заход все это время которое мы работаем мы не брали дополнительные деньги за филиал то есть к нам заходил клиент на платформу и он платил 30 долларов в месяц и неважно сколько мне было филиалов и понятно что мы в основном для малого для микробизнеса но у нас есть и крупные клиенты и сейчас последнее время все больше и больше таких крупных клиентов приходит на платформу например есть крупные клиенты у которых много филиалов и вот это абонентская плата 30 долларов она не окупается на этих клиентах то есть есть клиенты которые там них там 100 филиалов все 100 филиалов они транзачат это очень большие нагрузки то система работает даже те же самые сервера они постоянно нагружаются и компания за это платит то есть у нас есть клиенты которые которые чтобы они нас были на платформе компания там доплачивать деньги потому что 30 долларов их не хватает это во-первых во вторых значит мы с вами стремимся к тому чтобы повышать средний чек средний чек нашего клиента то есть средний чек клиента который сидит на платформе и вот эта вот история с дополнительными филиалами она нормально это вообще обычная практика это все так делают абсолютно и мы постепенно постепенно к этому шли и вот приняли решение что с 1 октября мы тоже это вот то есть у нас вводятся тарифы за дополнительную дополнительные филиал значит сразу же скажу что те клиенты которые есть сейчас на платформе их это не касается то есть это правило с 1 октября будет работать только для новых клиентов то есть если клиент зашел до 1 октября для него все будет сохраняется так как есть сейчас все клиенты которые появляются новые появляются на платформе с 1 октября для них уже будет работать это правило мы будем тарифицировать за дополнительные филиал еще раз все клиенты которые есть сейчас на платформе их это не касается они могут выдыхать то есть с ними как мы договорились самом начале мы так и будем с ними работать продолжать дальше мы понимаем что даже где-то есть какие-то клиенты которые на которых мы не зарабатываем мы все равно будем дальше продолжать исполнять свои обязательства вот но все новые ленты с 1 октября они будут тарифицироваться каким образом вот за эти 30 долларов базовые мы даем да значит сентябре будет много новых партнеров и в сентябре будет много новых клиентов наверно значит потому что с первого октября у нас новые правила значит 30 долларов абонентская плата в нее будет входить три филиала то есть это базовый 3 филиала на самом деле есть посмотреть всю нашу клиентскую базу то порядка девяносто пяти процентов клиентов это как раз таки вот с тремя филиалами ну не более вот даже наверное больше и все остальные у них там больше филиалов там 45 там 100 и так далее и мы с вами понимаем что когда компанию которой есть много филиалов это априори компания которая зарабатывает больше денег и скорее всего она готова и она может больше платить за тот сервис который мы предлагаем три филиала они будут в базовую входить историю то есть абсолютно любой малый микробизнес без проблем сюда вписывается даже если у меня есть три филиала без проблем но с каждого следующего филиала мы будем брать дополнительную абонентскую плату 5 долларов за каждый филиал то есть 456 и так далее они уже будут тарифицироваться по дополнительным деньгам ну например давайте разберем на пример пример к нам заходит после 1 октября к нам заходит клиент у которого есть 10 филиалов три филиала у него уже есть базе за абонентскую плату 30 долларов три филиала и еще у него получается если 10 филиалов у него есть еще 7 филиалов которые мы уже начинаем тарифицировать значит еще раз это с 1 октября это те клиенты которые появятся с 1 октября значит и за дополнительные 7 филиалов мы возьмем дополнительно по 5 долларов за каждый то есть и того мы 30 долларов база и за семь филиалов по пять долларов мы возьмем 35 долларов и того компания которая будет иметь 10 филиалов будет платить 65 долларов в месяц абонентская плата еще раз это нормальная история очень долго думали о том сколько может стоить дополнительный филиал Мы смотрели, сколько это, как это по рынку. Мы смотрели те нагрузки, которые мы испытываем при этом. Также мы смотрели, что нам нужно выплачивать. То есть нам же нужно из этих 5 долларов, нам нужно выплатить партнеру, нам нужно выплатить партнерскую сеть и еще, чтобы были деньги, чтобы компания могла все это еще обрабатывать. Поэтому это самая такая золотая середина, 5 долларов. Еще раз, долго мы над этим думали. Последние полгода активно точно мы об этом думаем. И вот к этому решению пришли. Итого, та компания, у которой 10 филиалов, это 65 долларов в месяц. Я думаю, что компания, которая имеет 10 филиалов, это довольно хороший нормальный бизнес, который приносит деньги и 65 долларов за платформу, чтобы у тебя все эти филиалы работали. Я думаю, это абсолютно нормальная история. Причем это вообще медиана по рынку. Где-то даже цена наша ниже, чем у других платформ. Давайте теперь посмотрим распределение. Значит, распределение абсолютно всех денег, всех денег апсейловых. То есть, вот эти терификации за дополнительные филиалы, мы считаем, это апсейл. То есть, апсейл – это до продажи. То есть, мы над базой допродаем. Значит, вот весь апсейл, то есть, там, где мы допродаем, то есть, вот, например, дополнительные филиалы – это апсейл. Или, например, когда клиент покупает баннер рекламный, это апсейл. То есть, это над базой мы допродаем. Значит, вот дальше мы будем еще, будут дополнительные у нас апсейлы. То есть, мы будем добавлять какие-то новые возможности, которые клиентам будут помогать, они будут готовы за это платить. То есть, весь апсейл, все вот эти допродажи, они у нас в компании будут распределяться следующим образом. Любой апсейл, он распределяется таким образом. То есть, мы 100 долларов получили денег. Из этих 100 долларов система автоматически 30 долларов отдаст, то есть, 30 процентов она дает личное вознаграждение партнеру, который сделал этот апсейл, или чей клиент это сделал апсейл. 30 процентов мы распределяем в партнерскую программу на 7 поколений, и 40 долларов остается в компании. Значит, компания и партнерская программа 60 на 40. Значит, и вот в данном кейсе мы с вами смотрим, что с этим клиентом, который заплатил 65 долларов, значит, у него апсейл состоял 35 долларов. И вот эти 35 долларов, они распределяются следующим образом. 10,5 процентов, то есть, 30 процентов, 10,5 долларов, то есть, 30 процентов от этой суммы получает личное вознаграждение тот партнер, чей клиент это сделал. И по 1,5 доллара мы отдаем на 7 поколений. Значит, и апсейл может быть любой. То есть, если у вас придет какой-то крупный клиент, он может платить там больше, может 100 долларов в месяц платить, там 200, 300, неважно. Потом, значит, мы сейчас модернизируем, дополняем различные трафиковые истории, и за которые там дальше клиента тоже будут платить деньги. И ваш клиент может на апсейле, то есть, ну, разные деньги платить каждый месяц. И вот весь этот апсейл мы будем распределять всегда таким образом. Значит, это говорит о том, что скоро в сеть пойдут еще дополнительные деньги. Значит, где-то личное вознаграждение, где-то вот там какой-то, там, какой-то, какие-то, какое-то количество долларов. Даже если 5 долларов заходит в систему, даже если, например, у вас клиент, у которого 4 филиала, и он дополнительно платит 5 долларов, и эти 5 долларов тоже будут распределяться по вот этому, по вот этой математике 30, 30 и 40. Это говорит о том, что даже с 5 долларов мы на 7 поколений раздадим вот эти вот 30%. Где-то будут центы, где-то будут доллары, два, три и так далее. Вот, значит, вот такое у нас распределение. Так, я надеюсь, я очень подробно все это объясняю. Я надеюсь, я объяснил. Плата начинается с 4 филиала. Окей, идем дальше. Значит, что у нас на сегодняшний день? Значит, на сегодняшний день у нас 16 миллионов уже 800 установок нашего приложения, причем мы сейчас смотрим прогресс только по двум платформам, только по Play Market и по App Store, потому что Huawei, он не выдает вот эти в моменте данные, то есть его нужно, то есть там еще пока вот они не настроили эту историю, когда ты в моменте, в любой момент времени можешь посмотреть, сколько у тебя дополнительных установок. То есть мы там достигли миллиона, а вот сколько уже сверху мы пока еще не видим, поэтому 16800 это на двух платформах, если мы добавим еще Huawei, то, наверное, это уже 17 миллионов установок UDS App на сегодняшний день. То есть мы над этим активно работаем. Но самый-самый важный, ну, наверное, один из самых важных моментов, который нужно отметить, это активность наших пользователей. Значит, у нас есть разные замеры, то есть есть недельная активность, есть месячная активность. И вот для нас очень важна месячная активность, то есть мы смотрим, как активно используют пользователи наше приложение. И вот если, например, на 8 августа у нас было, когда мы с вами на следующий день после дня рождения, мы замерили, у нас было с вами активность пользователей 2 миллиона, 2,5 миллиона. Это, значит, 2,5 миллиона ежи, то есть каждый месяц заходит в приложение. То за вот эти 30 дней, практически 30 дней мы увеличили, то есть эта цифра увеличилась до 2,9. Это очень сильные результаты. Это плюс 16% за месяц. Вот. И мы активно над этим работаем. То есть что это значит? Это говорит о том, что активность пользователей на платформе увеличивается. Это говорит о том, что плюс 400 тысяч пользователей за один месяц всего лишь начали активнее использовать приложение. Что значит активнее использовать приложение? Они начали делать покупки, они начали делать заказы, они начали использовать сертификаты и так далее. То есть они начали взаимодействовать с теми клиентами, которые у нас есть на платформе. То есть это говорит о том, что наши клиенты, предприниматели, они получают больше трафика, они получают больше денег, они получают больше отлика и это очень важно показать вообще когда делается какая-то инвестиционная например инвестиционное предложение или презентация ну там печь презентация то есть презентация для инвесторов то вот эти показатели они самые главные то есть мау да у викли активность пользователей и так как мы с вами не мессенджера нам не нужно смотреть дневную активность нам нужно смотреть месячную поэтому для нас это самый важный показатель мы над ним активно работа то есть помимо того что у нас растет сама база клиентской то есть у нас количество скачиваний увеличивается но еще увеличивается качество этих юзеров качество пользователей ну смысле для клиента это очень важный момент очень важный показатель ребята это еще раз говорит о том что мы с вами идем к тому что продукт будет все то есть его все проще и проще продавать все проще он становится все более заметным он становится все более то есть все больше больше людей о нем узнают то есть и мы вот в этой истории с вами идем я вам говорил то что мы рано или поздно придем к тому что юдс это будет норма то есть на самом деле вот прямо сейчас уже юдс это как wildberries для для сфер услуг для хорики потому что если например бизнес продает какие-то товары то он идет на платформу на вайл березда почему потому что мы сейчас очень много клиентов которые у него это купит а мы сейчас становимся такой же вайл берестом и таким же озоном для услуг и для хорики потому что ты свои услуги не продажного отбирь то есть ты не можешь разместить там услуги там маникюрные на вал березда то что их купили то есть там основных товар а мы становимся площадкой которая на которой можно продавать услуги или хорика вот поэтому пройдет время рано или поздно и не нужно будет людям объяснять что нужно приходить в дс то есть будут появляться различные курсы как сейчас появляются курсы где помогает на вайл берез очень быстро заработать денег также будет являться курсы как на еду я с очень быстро заработать денег как на еду с продвинуть продукты услугу то есть нам не нужно будет доказывать что это классная платформа приходите к нам то есть платформа будет уже развиваться то есть люди будут сами приходить мы рано или поздно к этому в любом случае придем это наша стратегия вот наш путь и то что сейчас происходит в компании вот этим метрикам скачивания активность пользователей это все говорит о том что мы с вами делаем все правильно и мы вот в нужном ритме идем к этим целям поэтому все ребята будет точно и очень скоро это будет платформа на которую люди будут приходить только потому что здесь есть очень много очень много клиентов и они очень активны и на чем мы сейчас тоже активно работаем в партнерском сообществе это на поездку в турции мы сами собираемся 16 19 октября ребята вот почему еще нужно приехать в турцию потому что четыре дня мы с вами будем вместе синхронизируется вот в этой энергии сейчас но очень много в компании происходит классных вещей очень много внутри компании у нас сейчас на работу у нас делом маркетинга очень сейчас активно работает у них очень много идей очень много сейчас они инструментов тесте гипотезы так далее и нам будет то есть нам есть что вам рассказать и не просто со сцена есть что рассказать там в кулуарах возможно где-то где-то там общаясь на пляже там где-то может быть обед в турцию четыре дня мы с вами будем вместе вот и это важно для того чтобы погрузиться в этот контекст где-то мы там я не знаю будем поделись на команды будем играть в поле пола где-то на волейболе что-то где-то вы там услышите от кого-то там мы чем-то поделимся какими новостями идеями мыслями и так далее и более того когда мы все вместе вот в этом поле рождаются идеи кому-то приходит кто-то подхватывает и так далее поэтому когда мы оффлайн вместе мы очень много можно генерить поэтому не нужно смотреть на это все через экран телефона или через экран компьютера будьте там физически на этом в этом мероприятии цены очень доступно это будет конец уже сезона ну и плюс возможность продлить лета потому что конец октября это просто бархатный сезон турции вот то есть можно все обвините отдых и развлечения и обучение и подзарядиться то есть это знаете такая хорошая реперная . турция потом мы делаем марш-бросок должен нового года и после турции нас идут очень хороший результат идем дальше турция затем у нас по планам все в итоге года 6 7 февраля крокус скоро очень скоро кстати нас появится билеты и еще очень скоро мы объявим номинации то есть у нас будут номинации количественные то есть но есть качественные критерии есть количественные критерии вот мы очень скоро объявим номинации где есть количественные критерии то есть номинации за который может побороться абсолютно любой партнер то есть какие-то действия нужно сделать для того чтобы феврале выйти на саму курок у сити холл и получить признание стать номинантом какой-то номинации и мы потом после мероприятия итоги года все вместе с вами собираемся едем в дубай дубай тоже будет и обучение и стратегические сессии и совещания и так далее и вот представьте мы с вами февраль 6 7 февраля крокус значит отпразднили 1 раз отпразднили итоги выдохнули и из холодной москвы самолетом вылетаем в теплые в теплые эмираты и тоже там будет порядка три-четыре дня мы с вами будем во всем этом контексте вариться и думать о том каким образом мы будем работать первый спринт уже 22 года это все в силе поэтому все это держите в голове и от дубая если у вас если вы думаете о том что есть еще время ребята как в басне лето красного пропела глинуться не успела уже феврале нужно собирать чемоданы ехать дубай у тебя еще даже квалификации нет промо не выполнена поэтому прямо сейчас это нужно делать вот прямо сейчас закрыть вопрос с промо квалифицируется в дубай сделать там директора хотя бы один раз и потом уже работаем на то что было еще компенсация но один раз хотя бы уже прямо сейчас надо это делать не тяните время это все делается на решение вы сами прекрасно знаете примите решение и сделайте квалифицируйтесь у нас уже больше человек 10 человек по моему сегодняшний день уже квалифицирована дубай поэтому мы ожидаем что там будет большое количество я думаю что можно с вами поставить амбициозную цель чтобы там чек 100 собраться вот это это огромная энергия 100 человек выехать и штурмить о том как мы будем развиваться весь двадцать второй год это дорогого столь вот на этом не все я благодарю за внимание сегодня было немножко затянуто потому что нужно было объяснить более подробно вот те кто будет смотреть записи проще не могут на второй скорости посмотреть вот на этом я все я благодарю вас за внимание и желаю вам самого самого результативного сентября мы с вами начинаем осень это бизнес-период когда нужно активничать потому что все приехали все отдохнули все хотят работать все хотят чего-то нового все хотят зарабатывать деньги и так далее поэтому входим активно в эту осень и максимально используем этот бизнес период это все спасибо